Как делишки ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать играть с модом Pixelmon, а точнее продолжать путешествовать в мире покемонов. Но как обычно, нас перед серией ждет небольшое развлечение, которое я хочу вам представить, поэтому ребята, не забываем в нем участвовать. Субтитры сделал DimaTorzok Блогерши, да, потому что кто не знает, мы иногда называем покемонов в честь каких-то знаменитых людей, так как вы видите, у нас сейчас уже по чарису носит имя Алена Моня, поэтому ребята, мы кого-то назовем, а точнее Джинкс в этой серии. Да, ребята, но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь если мы, например, сегодня тысячу лайков на вот этой серии Pixelmon, то я вам даю свое слово, что следующая серия Pixelmon выйдет завтра рано утром. Поэтому, если вы хотите новую серию Pixelmon каждый день, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Также, ребята, это просто-напросто сделает меня немного счастливее, потому что я рад каждому новому лайку, это действительно дает мне больше сил для записи новых видео. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, если ты хочешь у меня что-то спросить, то пожалуйста. И также не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью, поэтому, если ты хочешь стать моим другом, потому что я отношусь к своим подписчикам, как действительно к своим друзьям, то просто подписывайся на канал, я действительно буду тебе очень сильно благодарен. А мы, ребята, сейчас полноценно будем погружаться, но я сейчас делаю скриншотик, потому что вот нифига себе. Вот, офигеть, ребята, вот такие красивые места иногда бывают, что прям загляденье, вот, офигеть. Может мне группу ВКонтакте сделать, может мне альбом в группе ВКонтакте сделать со своими скриншотами, да, то есть скриншотами с этого сезона, то есть где я буду выкладывать, где я буду выкладывать скриншоты, которые я сделал на протяжении всего сезона. Потому что, ну, реально, иногда вот такие, смотрите, красивые места, когда находишь, то прям меня тянет, меня реально прям тянет сделать какой-то красивый скрин. Не знаю, как вас, но я просто-напросто не могу удержаться. Ну что, ребята, кого мы будем сейчас прокачивать? Давайте мы быстренько вернемся домой, потому что все-таки, я не знаю, ну, вот, Алена Моня, допустим, у нас есть, ну, в смысле, по-черицу, электрический покемон для гима, потому что, не забываем, мы нашли гим. Мы должны выложить, в принципе, Селби, которую мы словили в предыдущей серии, и Суйкуна. Ну, Джинкс мы возьмем, потому что сейчас мы будем ее называть. А кого нам второго взять? Давайте я еще и Пикачу, Пикачу, не Пикачу, уже Райчу, можно сказать, тоже выложу вот сюда. Следующий, точнее, еще один покемон, ребята, кого нам взять, биться с гим-помощниками, и также с гим-лидером. Мне сказали, чтобы я лучше не брал двух электрических покемонов, чтобы я взял одного электрического покемона, точнее, уже вот этого, а 80-го уровня, и чтобы я взял кого-то еще, но чтобы это лучше был какой-то травяной покемон. Ребят, возможно, вы правы, возможно, вы правы, травяной покемон, в принципе, тоже имеет хороший урон по водным, но я просто не знаю, кого нам взять. Ну, давайте все-таки попробуем, сейчас сравним. Давайте Тортеру, давайте Венозавра возьмем, попробуем, и кто-то у нас еще тут был. С прокачанных вроде у нас уже больше никого. У нас есть Тропиус, Сивадл, у нас есть Сайтера, в принципе, а может Сайтера взять? Сайтер, Сизер, может быть, может быть, у него, если честно, тоже не очень такой, очень даже солидный урон у него будет, поэтому может нам даже взять Сайтера, точнее, пойти его словить. Сейчас мы, наверное, попробуем, ребята. Если нет, то тогда Снайви, я думаю, ну, Снайви, я не знаю. Ну, давайте, тут у нас Питал Данс, Лазерлифт, Синтезис, 45-й уровень. Тортера у нас уже, ребята, 55-й уровень. Снайви. Ну, давайте так сделаем. Давайте, ребята, так сделаем. Давайте мы прокачаем по Черису к 100-му уровню. Это не будет, это не займет долго, почему я вам сейчас, ребята, объясню, почему это не займет долго. Потому что, смотрите, я добавил новые вещички в магазин, точнее, я добавил Lucky Edge за 10 серебряных монет, это увеличивает получаемый опыт. И также я добавил, твою мать, я случайно купил, ну ладно, также я добавил золотые слитки. Зачем нам нужно золото? Затем, чтобы делать себе монеты. Упс, твою мать, тупая башка. Затем, чтобы делать себе конфеты, ну, конфеты, монеты. Каждая конфета увеличивает на один уровень нашему покемону. Глустон мы можем запросто добыть, пойти в тот же ад и просто нафигачить, нафигачить, нафигачить себе большое количество. Тростник, тростник мы, в принципе, можем выращивать запросто. Там ничего сложного нету, можно, в принципе, даже уже сейчас начать, чтобы подкопить. Вот что по поводу золота. В старых версиях биксельмона одна конфета делалась с 9 золотых вот этих, как они там, наггетсы, да, или как они там называются. Наггеты, короче, с одного золота вы могли сделать одну конфету. 64 золота вы могли сделать с 64 конфеты. Сейчас с 8 золота вы можете сделать только одну конфету. Поэтому такая у нас цена. 32 бронзовых монеты. В принципе, 32 монеты мы можем добыть за одну серию. Это у нас 64 золотых слитка. 64 золотых слитка, это у нас 1, 2, 3, 4. Это у нас 8 конфет. В принципе, это не так-то мало, но не очень много. Покажется, 32 монеты за 64 золота, это охренеть как много. То есть, нужно 16 монет где-то ставить. Ну, просто-напросто, чтобы не портить саму экономику, чтобы не разрушать вот это всё, я сделал такую цену, немного не в мою пользу. То есть, ну, это дорого, да, ребята. Но всё же, пускай будет лучше дорого, чем очень заниженно. Я бы, например, там сделал за 5 монет целый стак золота, да. То есть, многие бы тогда сразу сказали, что ты что, охренел, так дёшево делать. Поэтому, ребята, я и сделал вот так, как сейчас есть. В принципе, пускай лучше так будет, ребята, пускай лучше так будет, но зато мы, зато я буду спокоен, то, что на меня кричать не будут. Да, ребята, в принципе, золото мы уже себе купили. Давайте прокачивать мы сейчас пойдём. Золото мы уже себе купили. Нам можно бы было пойти в ад за Глоустоном. Может даже уже в этой серии прокачать, прокачать по Черису. Как думаете, ребята, справимся? Давай, да, в принципе, справимся, но давайте, знаете, я сначала назову Джинкс честь кого-то. Честь кого? Ребята, давайте я уйду отсюда, потому что вы все знаете, что дома у меня лагает. Это сам Pixelmon, ребята. Многие люди меня спрашивают, Эдисон, помоги, почему меня Pixelmon лагает? Эдисон, что мне сделать? Ребята, если бы я знал, я бы помог. Но вы видите, у меня тоже лагает. У меня дома 15 фпс. Дома 15 фпс. Тут у меня 115 фпс. Это шейдеры. У меня шейдерами тут 115 фпс. Дома без шейдеров у меня 15 фпс. Я не знаю, что у меня дома. Может какая-то паранормальная активность или какое-то аномальное явление. Я не знаю, ребята. Но дома у меня так лагает, что ты с ума можешь зайти. Я не знаю, почему, что там такое находится, что так лагает. Но все же. А давайте мы тут назовем. Как раз такое красивое место, чтобы признаться в любви. Да. Ну что, ребята, называем Джинкс. Это вы выбрали. Я смотрел. Я смотрел. Многие подписчики голосовали и голосовали. И я смотрел, сколько голосов набрало то имя или другое. И победила. Да, ребята. Победила. Как ни странно, многие проголосовали за Сашу. Вы уже поняли, да, о ком я говорю? Нет. Не Сашу Грей. Нет, ребята. Сашу Спилберг. Да. Ну, в принципе, почему бы и нет иметь девушку Сашу Спилберг? Ну, в принципе, мы будем еще называть не такой-то и плохой выбор, я скажу вам, ребята. Есть у вас вкус. Есть у вас вкус. Если девушки это голосовали. Ну, в принципе, понятно, да, то, что, ну, девушка смотрит девушку. Ясно, да. А если парни голосовали за Сашу Спилберг? Ну, ребята, обрадую вас. У вас есть вкус, да, на девушку. Поэтому Спилберг... Твою нафиг. Ага. Не остается. То есть, как бы это сократить. Давайте С-Спилберг. Вот так Спилберг. Да, вроде так. Поэтому пускай будет, ребята. Я не буду скрывать, она мне тоже нравится. Ну, в смысле, как девушка внешностью, да. Она вроде старше, чем я. Я не знаю. Я не помню, но ей около 25. Я, ребят, честно, не фанат. Ну, не смотрю я такой, извиняюсь. Но вроде 25. Я не знаю сейчас. Ребят, кто не знает, мне 20. Старикан уже нафиг. Поэтому, просто многие люди спрашивают, мол, Ладисон, сколько тебе лет. Вот сейчас запоминайте, ребята, я вам сказал. Поэтому Саша... Я неправильно написал сейчас. Извиняюсь, ребята, неправильно написал. А хотя, вроде правильно. Спилберг. Так. Вроде так. Ладно. А, Сашуля, здрасте, здрасте. Все, мы заманили ее. Сейчас она останется с нами до конца сезона. Мы на тебя будем любоваться и любоваться. Я, наверное, даже статую ее в себя дома поставлю. Если у меня вообще тогда сезон не разорвется из-за того, что лагать будет. Да. В моем доме там, я уже не знаю, ребята. Можно снимать шестую часть там паранормальных явлений. 100 фпс с шейдерами где-то вот тут. 10-15 фпс без шейдеров у меня дома. Кто объяснит, из-за чего? Я не представляю. Я уже все перепробовал. Все, что только возможно было, поудалять. Может, это за апреконных. Может, еще за чего-то. Нет. Не знаю. Честно. Не знаю. Хоть убейте. Поэтому будем смотреть. Ладно. Давайте вылечим Покехил. И сейчас мы будем прокачивать только нашего Ивангаюшку. Да. Потому что... А хотя нет. Мы же в адхать. Твою мать. Ребята, вы опять мне, вы опять мне, зараза, голову запудрили. Честное слово. Мы же в адхать или. Незачем мне голову, ребята, пудрить. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. Секунду. Вот сейчас. Дайте я выключу и посмотрю. Это аномалия. Шейдерами. Ребята. Ш. Да. Включись. Шейдеры. 15 фпс. Без шейдеров. 15 фпс. Я не знаю, честно. Что творится в моем доме. Сейчас не удивлюсь, если через несколько серий тут какие-то полтергейтсы повылазят. Или какие-то привидения. Честно. Может мне Голливуд позвать к себе в сезон. Реально. Тут можно снимать какую-то новую часть. Какого-то ужасика. Потому что тут... Или знаете кого? Может Дина и Сэма пригласить? Они-то разберутся, что у меня тут происходит. Да. Сверхъестественные. Я люблю, ребята, сверхъестественные. Кто не знал, сейчас я вам говорю то, что люблю. Я посмотрел практически все сезоны. Ну, в принципе, крутой сериал. Если кто не смотрел, то, ребята, бегите, смотрите. Мне реально он очень понравился. Я его до сих пор смотрю. Ну, пока серии выходят, да. Так. Это сюда можно поставить. Круто. 8. У нас там, в принципе, нормально еще есть стак. Давайте я тогда еще вот это продам. Вот так. И куплю, знаете что? Куплю тогда еще один стак. Вот это. Замечательно. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда нам нужно пойти? А, ну, у нас есть... Ну, в смысле, портал нужно сделать, зажигалку нужно сделать. Я очень хотел бы надеяться, что у нас есть кремень. А то, если у нас кремня не будет, это позор, если честно. Ну, хотя, в принципе, ну... В принципе, да. Ну, нафиг его нет. Но, по сути, с какого перепуга у нас он должен быть, да? То есть, ну... Я не собираю кремень. Я не коллекционирую. Поэтому, почему он у нас должен быть, да? Это вообще, вот, выпал и все. То есть, выпал моего брата. Можем ставить. Ничего тут такого нет. Железо. Нужно одно железко. Железцо. Взять. И сделаем себе... Ой, нет, не то. Вот это и вот это. И зажигалочка у нас готова. Да, ребята. Прямо сейчас... Нет, я тут выпрыгнуть смогу. Мне просто лень, чем возвращаться. Там, через дверь и выходить. Я куда-то вот сюда поставлю. То есть, потом я, конечно, этот весь портал... Да вашу... Я этот портал потом, конечно, перенесу в какое-то другое место. Чтобы он просто-напросто вот тут у нас перед глазами не... Не стоял и просто не бесил меня то, что он в таком... Ну, не очень классном месте находится, да? Поэтому я, конечно же, ребята, потом его перенесу. Но немного позже. Да. Готов? Нет. Нет, не так я хотел... А я не сделал? Я же вроде делал. Или что? Ладно. Без разницы. Вот так. Ну что, ребята? Первый раз. Сейчас мы встретим тут кучу легенд. Потому что, кто не знал, в аду столько легенд, что вы себе не представляете, ребята. На каждом шагу у нас легенда есть. А нет, я уже подумал, самый хреновый... Ага. А нет, все, вот так. Ну, в принципе, тут без разницы, чтобы просто-напросто сюда потом вернуться. Нам нужен глустон. Вот глустон. Я не знаю. В принципе, нам нужно туда куда-то повыше забраться. У нас... У нас... Нет, у нас камней нету. Нужно добыть. Нужно добыть камни. Ну, в смысле, в этом роде. Чтобы высоко забираться. Сейчас, ребята. И знаете, что я хочу? Наверное, нужно сделать... Наверное, нужно сделать... Себе уже за чаровальню. Потому что вот сейчас, когда я долблю... Ха-ха-ха. Вот этот камень, да. На зерак, то... Я сейчас и понял, что реально за чаровальней нам очень не хватает. А она полезна. И, в принципе, у нас тут всегда вот такой большой уровень. Кто не знал, кто когда ты убиваешь какого-то покемона, ну, выигрываешь, да. А то... Тебе плюс тому еще опыт дается не только твоему покемону, а и тебе заодно. Поэтому ты так... Ну, давайте как раз сюда пойдем. Ты также можешь кончать себе уровень. Поэтому, ребята, это будет... Че за хрень? Какие уж... Какие уж... Монстры! Это пиксельмон! Охренеть! С какого... С какого... Я понимаю, что это ад. Но все же, предыдущих... Твою мать, а! В предыдущих же версиях не было никаких монстров в аду. Мы миллионы раз ходили за этим же глустоном, чтобы сделать себе конфеты. Ни разу я не видел. Че-то разработчики пиксельмона я вижу там с каждой версии. Все... Че-то мутят и мутят. Не чтобы поменять какие-то текстурки покемонам, сделать более-менее нормальные. Нет, они будут нахрен активировать мобов в аду, которые, по сути, тебе нафиг не нужны. И это бред, можно сказать. Потому что, ну, какие нахрен мобы в аду? Когда у тебя в этом сезоне даже не нужно, чтобы был какой-то меч или какая-то броня. Потому что, ну, ты охотишься на покемонов. И охотишься не, чтобы их убить, а чтобы их словить. Они могут убить твоего покемона, но тебя они не могут убить. Я не знаю, честно. Я вам, ребята, честное слово говорю, в предыдущих сезонах, в предыдущих версиях этого не было. Я не знаю, зачем они добавились сейчас, но это бредятина полная. Ладно. Самый прикол то, что у меня в аду фпс... О, здрасте. Самый прикол то, что в аду у меня 200-300 фпс. Ребята, вы представьте то, что в аду больше фпс, чем в обычном мире. То есть, всегда было такое, оу, я не хочу отправляться в ад, у меня там сильно лагает, мало фпс, да, и всякое такое. У меня в аду больше фпс, чем в нормальном мире. Эта хрень какая-то полная, если честно. Ну, это, наверное, всё-таки пиксельмон. То есть, пиксельмон много памяти живёт, как я понял, пиксельмон сам по себе. То есть, ну, такой лагучий мод, можно сказать. Потому что, ну, добавляет он, конечно, много всего. Из-за этого, конечно же, всё и лагает. Поэтому, ну, поэтому так оно и есть. Я не буду, ребята, добывать кучу глустонов. Просто незачем сейчас. Мы максимум сейчас можем сделать где-то 16 конфет. Потому что у нас есть два стака золота. А два стака золота мы можем сделать только 16 конфет. То есть, вот, у нас уже есть полтора, практически полтора стака глустонов. Поэтому мы уже, в принципе, назад можем даже отправляться. А чтобы потом ещё раз не возвращаться в ад. Ну, я потом сам вернусь. И я потом добуду столько глустона, сколько мне нужно. Да. Прыгаем в лаву, ребята. Прыгаем в лаву и отправляемся домой. Это такое, ребята, зачарование. Да. Когда ты горишь и заходишь в портал, то тебя намного быстрее домой телепортируют. Не верить? Так проверьте у себя в мире, да. Прыгните в лаву, вылезьте быстренько и забегите в портал. Вас намного больше, намного быстрее кинет домой. И у вас намного больше будет фпс. То есть, не будет лагать. Вот сейчас, ребята, у меня 19 фпс. В обычных случаях у меня дома почему-то 15 фпс. Сейчас 19. То есть, нужно было намного дольше посидеть в лаве, чтобы ещё такой лучший результат был, да. Вот что там у нас с тростником, я не знаю. Что у нас там с тростником, я пока что не знаю. Ну, пока он там растёт, мне кажется, мы можем позаботиться о себе. То есть, пойти и добыть ещё тростника. По сути, его тут много. И нам нужно сейчас только 16 штук. То есть, вряд ли он там уже вырос. А если даже вырос, то, ну, пускай дальше растёт. А мы сейчас быстренько добудем. Может, мы ещё даже встретим каких-то тут больших уровней. Вот, а можно смотреть, куча тростника есть. Вот, вот, офигеть. Незачем даже выращивать. Незачем, ребята, даже выращивать. Извиняюсь, мне почему-то трудно горить. У меня горло так разболело, что с ума можно сойти. Не знаю почему. Еле вообще разговариваю. Но всё же, как видите, серию-то я записываю. Поэтому, ребята, если у меня с голосом чё-то не так. Или, ну, немного голос поменялся. И, в смысле, интонация вот это всё. То, прошу прощения. Зачем я его бью? Электричеством, если он, если он гравейлер, да? Так. Ух ты, сколько у нас тут. И ещё вот это можно выкинуть. И, и, ещё цвет... Ам... Я знаю. Держи, цветочек. Принцесс, сейчас мы добудем вот этот тростник. 25 тростника нам уже хватит. Нам уже хватит до конца этой серии 100%. До конца сезона, конечно же, вряд ли. Но всё же. Что нам нужно? А я забыл. А я забыл. Нам же, нам же ещё яблоки же нужны. Ребята. Я собрался делать золотые яблоки без золотых... Без яблок. Я надеюсь, он... Да, у нас... Да, у нас есть рекопитейтор. Я его ещё не удалил. Но, в принципе, зачем бы я его удалял? А поэтому... Хочет и много времени сейчас займёт. И нам, наверное, ещё нужно будет домой возвращаться, чтобы ещё один топорик сделать. Но всё же мы постараемся добыть. Мы постараемся добыть. Так, практически уже сломался наш топорик. Я добыл... Ну, сколько я добыл? Четыре яблочка не так-то и много. Поэтому нам нужно сейчас ещё больше сделать. Я не буду жадничать. Я не настолько жадный. Поэтому я сразу же сделаю... Сразу же сделаю... Сразу же сделаю... Не золотой... Алмазный топор, да? Что, в принципе, уже хватило на... Ну, на какое-то время. И мы, наверное, сразу же тут продолжим добывать вот это всё. Потому что возле нашего дома находится прям огромезный лес. А мы его сейчас начнём вырубать. Нам ещё нужно добыть 12 яблок. Офигеть. Ребят, я сразу же ломаю вот эти деревья, да? Пока... Ну, когда они не разрушаются. С них сразу же выпадают саженцы. И я сразу же в тот же вот момент ставлю на их место новые саженцы. Ну, просто-напросто, чтобы не портить красоту, которая находится возле нашего дома. Если нам выпадают бесплатные саженцы, то почему бы ими не воспользоваться, да? Ребята, ещё выпали два яблочка. Сейчас у нас 6 яблок. Давайте я ещё вот эти деревья тут срублю. А я забыл сажен... А, сейчас посажу, сейчас. Вот тут давайте один, вот тут давайте один, вот тут давайте один. Лес ещё лучше будет, чем был до сих пор. У нас есть уже 6 яблок. То есть, по сути, нам нужно ещё ровно 12, да? Потому что... Сколько я хочу делать? Нет. Да, нам ещё нужно ровно... Ровно 12. Или нет? Сейчас. 6, 6. Нет, нам ровно 10 нужно. Да, потому что я в этой серии хочу только и прокачать... Ну, только сделать 16 конфет. Не знаю почему, но всё же я решил то, что сделаю 16. Плюс-то у нас ещё куча конфет есть в том же сундуке, который мы получали с помощью нашей почерисы, которая дропала вещи. Ух ты нафиг! Ух ты нафиг, какой большой уровень! Я словлю, ребята, вот этого покемона, тот же Кикану, чуть-чуть позже. Сейчас я не хочу его ловить, не знаю почему. Да и плюс тому он большой уровень. Я не хочу иметь 49 уровня. Да и он намного сложнее будет ловиться, потому что, ну, чем выше уровень, тем он хреновее ловится. Поэтому, ребята, сейчас я его не буду ловить. Да почему ты не выпадаешь эти дяблоки в вашу нафиг? Выпадить. Во! Просто нужно, просто нужно, ребята, красиво попросить. Во, ребята, ещё одно аномальное явление. Я не знаю, что это, но как вы видите, то, что дерево растёт в воздухе. Я вам даю честное слово, я не ломал вот это дерево, оно вот так прямо росло. Прямо вот так, ну, прикасалось вот так краешком к этому блоку, но росло оно само по себе вот так в воздухе. Ещё раз, мои подтверждения становятся реальностью. То, что у меня дома и возле моего дома находится какая-то реально аномальная зона. Нужно, похоже, опасаться. Ну вот, ребята, наконец-то я добыл нужное нам количество, а точнее 16 яблок. И сейчас мы можем возвращаться домой. Лысые, лысые, лысые берёзы, как я вижу. Я что-то дофига вот этого всего не собрал, потому что, ну, мне лень было. Я сюда пришёл не за деревом, а за яблоками. Ладно, ребята, что нам сейчас нужно? Тростник у нас есть. Это всё есть. Нам нужно тогда сахар сделать. Нам нужно тогда сделать сами золотые яблоки. Яблоко, да, потому что мы же пришли, чтобы их сделать вот так и вот так. И, в принципе, ещё вот так давайте. И вот так. И вот так. И вот так. И ещё раз. Вот так. Ровно 16. Сейчас, в принципе, мы уже, наверное, можем сделать вот так сахар. Яблоки. Вот так. 16. Рар, мать его, кэнди. И сейчас мы ещё возьмём 4. У нас же, у нихига себе у нас есть. У нас 3-4 есть. В сумме. Сейчас, ребята, мы будем прокачивать нашу Патчерису. Да. Патчерису, Патчерису. Вот это сюда возьмём. И мы её сейчас прокачаем до сотого уровня. Как я понял, как мне объяснили подписчики, то, что... Как это всё работает, вот эти все гимы. То есть... В гиме... Гим-лидер имеет покемона, как я понял, на 40 уровней больше, чем ты. Ну, в принципе, давайте пойдёмте посмотрим, действительно ли это так. Ну что, ребята, я уже сюда тпкнулся. И давайте посмотрим, сможем ли сейчас сразиться. Извини, Сашуля, но тебя мы должны выложить в этой серии. Патчерису, сотый уровень. Тортера, 56-й. Посмотрим. Ладно, ребята, вступаем. 105-й уровень. Привет, ты хочешь сразиться за пропуск гимн? Да, хочу. То есть, видите, это случайным образом, ребят. Эти гим-лидеры так настроены, что они случайным образом спавнят себе покемонов, да? То есть, не всегда, не всегда у них покемон должен иметь на 40 уровней больше, чем ты. То есть, чем твой. Если у тебя, например, покемон 60-й уровень, то у него 100-й. Если у тебя 100-й, то у него 140-й. Как видите, в предыдущей серии у нас было 140-й, сейчас у нас 105-й. Поэтому, я не знаю, честно, ребят. Может... Я не вылечил её, ребята, я её перед... Я её, походу, не вылечил. Я не вылечил своих покемонов. Ну ладно. Мы сейчас, ребята... Опа. Лиф 100. Разум миф. Сейчас мы, ребята, просто смотрим. Сейчас мы просто смотрим. Вапурион... Ахахаха. Вапурион 105-й уровень. Ну, уже лучше. Уже лучше. Уже намного лучше. Хотя бы одного покемона мы уже смогли убить. Хахаха. И наша Тортера получила два уровня. То есть, с одного покемона, которого мы убили, геймли... Одного покемона-геймлидера, которого мы убили, мы выиграли, сколько там? 21 тысяча опыта. И мы уже два уровня прокачали нашему... нашему покемону. Поэтому, ребята, ещё так уровни 10. В принципе, у нас уже есть даже конфетки. И мы уже сможем победить этого... Этого помощника-геймлидера. И как видите, призы тут у нас будут. Монетки, пропуск, ультраболы и те же конфеты. То есть, ещё конфеты будут. Мы так будем побеждать. И в принципе... В принципе, осталось 42 уровня, чтобы Тортера было сотой. Поэтому... Поэтому... Поэтому, ребята, мы, наверное, уже даже в следующей серии попытаемся его убить. Вот то, что... То, что по чирису не очень так тащат. У неё атаки не очень такие крутые. Ну, ладно. В следующей серии я постараюсь там поискать. У меня там куча просто... тэмок валяется в сундуке. То есть, ну, изучение различных атак. Я полажу, полажу, посмотрю, если у нас там какие-то полезные атаки. Если есть, то к следующей серии я изучу. Да, ребята, но сейчас мы будем прощаться с вами, с Сашей Спилберг. Мы её назвали так в этой серии Джинкс. Поэтому, ребята, ещё раз скажу. Если мы наберём тысячу лайков на вот этой серии, я вам обещаю, я даём своё слово, то, что следующая серия Пиксельмона выйдет завтра. А в сути, серия выходит на следующий же день после того, как мы наберём тысячу лайков. Поэтому, если вы хотите видеть каждую серию Пиксельмона каждый день, новую серию каждый день, то всё, что у вас требуется, это просто поставить лайк. В первую очередь, это будет неприятно, потому что я рад каждому лайку, который вы поставите, а во второй степени вы получите свою серию намного быстрее. Да, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Кто не верит, может оставить комментарий и посмотрит то, что я на него отвечу. В принципе, даже можете добавить меня в друзья вконтакте, ссылочка на меня есть в описании. И что самое главное, подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который уступит нашу большую дружную семью. Я отношусь к своим подписчикам как действительно к своим друзьям, поэтому, если хочешь стать моим другом, просто подпишись, это же не так тяжело, просто нажать одну кнопочку. А мне ты сделаешь действительно очень приятно. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.